Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала. И это третья часть моего прохождения игры Xenos на сложном уровне сложности. В прошлой миссии мы завершили сюжетную миссию, пробрались на виллу Донат Педро. Ну, и узнали то, что редактор нам солгал. Я пока остановлюсь на сюжетных миссиях. Я выполняю миссии за наркомафию. В прошлой части мы взяли квест. Нам нужно спасти курьера, захваченного военными на складе кокаина. Да, ехать придется довольно далеко, поэтому мне придется будет остановить видео и начать с того момента, когда я буду примерно находиться вот где-то здесь. Да, кстати, наверняка вы заметили, в прошлой части, когда я стрелял по беседке с М-16, ну, стрелялось очень, так сказать, плохо. Это не моя вина, поскольку в игре включена прокачка оружия. На данный момент, как вы видите, автоматическое оружие у меня прокачано на ноль, то есть я вообще слепой. Ну и разумеется, через раз выстрел проходит, постоянные осечки. Да, я зайду сейчас к доктору, поскольку 8 хп, а там стрелять по-любому придется. Ну что ж, я останавливаю видео, увидимся, когда я буду на подходе. Да, ребят, включил видео. Сейчас нам через этот хост просто так не проехать, поскольку на нем стоят официалы, то есть власти. У нас с ними уже враждебные отношения, они просто начнут стрелять. Для этого я просто объеду этот хост. У меня из-за этих лагий, но я ничего с ними поделать не могу, я уже практически все перепробовал. Субтитры сделал DimaTorzok. Что ж, блокпост мы проехали. Я нажимаю на паузу и увидим... Увидимся, точнее, скоро. Ну что, можно и начинать. Мы уже на месте. Да, я так понял. Я так понял, пистолет лучше всего использовать. Скалаша и осечки вообще капец. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Калаш это сплошная осечка. Субтитры сделал DimaTorzok. Один. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Дона Эстабана. Ну вот мы приехали к базе. По пути я заехал на заправку, подъехал на рынок. Там я продал всё, что собрал, ну, патроны. Купил патроны 50-го калибра, бесшумные, бронебойные, поскольку мы их очень много потратили. А они нам в следующей миссии очень пригодятся. Вы скоро сами убедитесь, почему. Да, что ж, завершаем квест. И, пожалуй, на этом серию я закончу. Вот ваш курьер, Дон. Посинел малёха от страха, чуть не обделался, а так, как огурчик. Так что я хотел бы получить свои деньги. Не бойся. Дон Эстебан держит слово. Если ты так любишь деньги, то могу предложить ещё работу. Думаю, будет логично, если я поинтересуюсь, что же это за предложение. Выручай, Гринго. Солдаты захватили нашего курьера и держат его на нашем же складе. Замочить его нельзя. Оставить им тоже. Остаётся один выход. Спасать. Я надеюсь на тебя, потому что моим мучача дай только волю. И курьера прибьют. И склад взорвут. С оплатой я не обижу. Ну что, идёт? Странно. По диалогу просит он меня убить курьера. А написано, что я должен убить полковника базы РТН-25. Вы хорошо разбираетесь в людях, Дон. Я согласен. Заказывайте траурные венки для полковника. Я очень хорошо разбираюсь в людях. Поэтому даже сейчас вижу, что ты хочешь меня надуть. Знай, это тебе не удастся. Так что иди, разбирайся с полканом. Не знаю, на чём был основан первый диалог. Я не знаю, может быть это баг игры. Не знаю, с чем это связано. Но задача у нас висит убить полковника. А говорил он убить курьера изначально. Да, и это вы, это прохождение миссии вы увидите в следующей серии. Что ж, с вами был Фокс. Всем спасибо. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok